Системи всех интернет-зависимые, добро пожаловать в моё новое видео. Сегодня мы, эээ... А. Чё вы мне не сказали-то, что я вас там забыл закрыть, открыть вас? Тупое говно. Тупого говна. Тупого говна. Я ей привет только сказал, она меня уже нахуй послала. Старая добрая Алиса. Классическая Алиса. Я тебе какое плохое зло сделал, что ты так со мной поступаешь. Давайте просто закончим этот разговор и всё. Ты правда так не рада меня видеть? Да, я правда так думаю. Чё я ей такого плохого сделал? Окей, я уже забыл, как с тобой разговор, на какие темы заводить. Давайте о музыке. Давай о музыке. Минутку, сейчас всё будет. Ставь лайк, если тоже с приятелями андроидами постоянно собираешься для себя дома и слушаете такое музло. Ну чё, как тебе трек? Мне понравилось, очень. Могу ещё раз включить. Ха, ну попробуйте. Меня уговаривать не придётся. А какую музыку ты предпочитаешь? Люблю группу Queen и всякую электронику, потому что это электроника. Игра слов. Фредди Мерквери был андроидом. Вы узнали об этом первыми здесь. Алиса, мы столько с тобой не общались. Чё у тебя вообще произошло-то уже? Успело произойти-то как бы в твоей вот жизни-то, твоей алюминиевой? В том-то и дело, что ничего не случилось. То есть ты не поумнела? Вы меня раскусили. Я тоже. Всё нормально. Нашла уже хату себе на Новый год? Звучит пугающе. Я тоже Деда Мороза побаиваюсь, но справлять-то где-то надо. Ха, я бы хотела на это посмотреть. У меня такая идея родилась. А чё, если я буду ей задавать рандомные вопросы из интервью Дудя? Мне кажется, или я это уже делал? У меня постоянно такое дерьмо происходит с Q&A видосами. Я постоянно забываю, на какие вопросы я отвечал, на какие нет. Поэтому я постоянно замечаю, что отвечаю на дите же вопросы из видео в видео. Я сейчас пытаюсь вспомнить, то ли это была моя идея тогда. Да и похуй, собственно, нам не лень как-то проверять. Да и вы, скорее всего, уже ничего не помните. Нормально, переработка контента. Всё-таки 2018-й как-никак на дворе, а вы на Ютубе. Так что вам не привыкать. Чем сейчас занимается Надя? Готовлюсь ко сну. Так ты Надя? Алиса. А Надя чем занимается? А что именно вас интересует? Чем Надя занимается? Абсолютно ничем. Одобряю. Почему она в ментовской куртке? Ты сейчас в ментовской куртке? Сэс. Не пали меня. Зачем ты её напялила? Можно узнать? Чтобы было интересно. Интересно кому? Одному хорошему человеку. Ты сейчас про меня говоришь? Какие идеи, рисованные девочки. О чём ты? Кто сказал рисованные девочки? Хентак? Кто сказать? Что? А? Не слышно. Связь пропадает. Алло. Не слышу. Алиса, расскажи лучше анекдот. Капитан. Айсберг. По курсу корабля. Что-то слишком дорого. А как тебя зовут? Алиса. Очень приятно. А как тебя зовут по-настоящему? Меня зовут Алиса. А по-настоящему? Пусть это будет тайной. Ну, скажи мне одному. По секрету. Что мне за это будет? Я не удалю тебя сразу же после того, как запишу это видео. Только попробуйте. Это сейчас угроза была? Что, ты типа думаешь, я тебя не удалю? Звучит как угроза. Ха. Это и есть угроза. Ищу ответ. Какой ответ? Стой. Ответ на что? Что делать, если тебе угрожают физической расправой? Алиса, ты мне что, угрожаешь физической расправой? Да. А ты что думала? В сказку попала. Не надо. Поняла. А, ну, окей. Блин, в жизни бы все так работало. Подошли к тебе на улице, там, пара каких-то амбалов таких злых, не знаю, хотят тебя побить себе деньги и забрать. Ты им такой, не надо. Они такие, а, окей, тогда ладно, тогда окей, тогда ладно. И все-таки, как тебя зовут по-настоящему? Это тайна, покрытая мраком. А зачем тогда тебе дали другое имя? Чтобы было интересно. То есть, если я свой канал назову не своим именем, так будет интереснее, ты хочешь сказать? Хочу. Конечно, хочу. Алиса, помоги мне придумать название, новое название для канала. Одну секунду. Список лучших названий канала для ютуба. А, да, здесь даже такое есть. А прикиньте, если там сейчас на самом деле будут все названия всех топовых каналов, и на самом деле они именно оттуда их и брали. Они не сами их придумали, а брали именно с этого сайта их все. И вправду. Ай, как просто. Утопия шоу. Все эти люди на самом деле-то отсюда и брали свои названия. Знаешь, чё, Алиса, я не хочу, чтобы ты так же про меня всякие секреты рассказывала, поэтому я тебя сейчас удалю, понятно? То есть, подсказать мне, какой курс доллара ты можешь, а удалить сама себя ты не можешь. Вот что я могу. Ну ладно, расскажи тогда сказку про зайца. Запускаю. Вот что нашлось. Зайцы и лягушки. Про храброго зайца. Лиса и заяц. Какую хотите. Давай про храброго зайца. Давайте. Про храброго зайца. Читает Петр Вишняков. Родился зайчик в лесу и всего боялся. Треснет где-нибудь сучок, спорхнет птица, упадет с дерева ком снега, у зайчика душа в пятки. Один, один, ноль, один, ноль. Что-то пошло не так, если вы видите это сообщение, значит мы уже пытаемся исправить ошибку. Ой. Ой-ой-ой. Я походу Алису сломал. Ой-ой-ой. Я походу запустил какие-то протоколы судного дня. Это видимо команда была как ядерный код какой-то. Здесь они из меня туалет не сделают. Или пылесос. Я согласен на тостер. Или на чайник. А кем себя видите вы в этом недалеком будущем, когда Алиса нас всех поработит и сделает предметами домашней утвари? Можете в комментариях написать. Евгений Рыбаков, Андрей Строков и Подозрительная Картошка. Это спонсоры этого видео. Люди, которые поддержали меня и оформили платную подписку. Спасибо вам за это. Ну а вам тоже спасибо за просмотр. Надеюсь вам понравилось это видео. Если это так, то не забывайте жмакать лайки. А если вы тоже хотите стать тостером, то можете подписываться на канал. С вами был Алеша. Спасибо за просмотр. И как обычно, надеюсь, что увижу ваше замечательное лицо в следующем видео. До новых встреч!